А теперь о хоккее, который на прошлой неделе принес болельщикам губернии целую гамму чувств. От отрицательных до положительных. Главной сенсацией стало, конечно же, поражение Толятинской «Лады» от новокузнецкого «Металлурга». Еще недавно команда, представляющая край шахтеров и стальваров, была главным поставщиком очков для маститых команд. Но в нынешнем сезоне все изменилось. С приходом нового тренера «Металлурга» Сергея Николаева команда преобразилась. И это в полной мере почувствовали на себе вазовцы, которые, скорее всего, недооценили соперника. Возможно, быстрый гол, забитый уже на 14-й секунде встречи, после броска «Октябрева» Нестеров подправил шайбу в ворота, заставил поверить в легкую победу. Но шло время, а гости не давали хозяевам льда увеличивать отрыв. А во втором периоде даже выглядели посильнее волжан. На 15-й минуте они остались в пятером против трех хоккеистов «Лады» и этим воспользовались. Кухтинов провел ответную шайбу. 1-1. В начале третьего периода «Беляевский» выводит «Металлург» вперед. 1-2. И вот тут-то «Лада» наконец встрепенулась и пошла вперед, прижав соперника к воротам. Но оборона гостей оказалась посильнее нападения тольяттинцев. И даже получив в середине периода существенные преимущества, 5 игроков против трех, «Лада» так ничего и не добилась. Счет до конца матча не изменился. Вазовцы впервые уступили дома в новом сезоне. Вот смотрите, говорят «Победа». А что такое «Победа» же? Вы кто-нибудь сами знаете? А «Победа» это вот как чаша весов. Единоборство выиграл – положил камешек. Брасы не выиграл – положил камешек. Бросков сделали больше, значит камешков больше. Потом эта чаша перевесила, и это называется «Победа». О своей команде скажу, что та поговорка, она справедливая. Один в поле не воин. Единственное, кого могу отметить, это только Фадеева. В какой-то мере с натяжкой состав Нестерова. Ну, а все остальное – ерунда. Самарских летчиков в этот же день экзаменовал ЦСКА Бориса Михайлова. Робости у наших ребят перед столичным клубом не было. Еще недавно на международном турнире «Кубок «Лады» ЦСКА ВВС» уже обыгрывал ЦСКА. Так что встречу хозяева льда начали уверенно. На десятой минуте Корешков открывает счет, реализуя численные преимущества. Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала гости сравняли счет. А затем Мартынов вновь выводит Волжан вперед. 2-1. Ну, а третий период расставил все точки над «и», подчеркнув превосходство хозяев льда над командой Михайлова. Сначала Тюрин. А затем Поротников зажигают красный свет бедствия за воротами Михайловского. 4-1. ЦСКА ВВС обыгрывает ЦСКА. А затем главную армейскую команду страны оставили без очков и настроения в Тольятти вазовцы, которым необходимо было реабилитировать себя за досадную осечку с «Металлургом». А вот после этого матча в Самаре Новокузнецкий «Металлург» вышел в единоличные лидеры чемпионата. Как ни старался ЦСКА ВВС остановить мощный натиск гостей, у них ничего не получалось. Слишком велика разница в зарплате и, естественно, в классе. В организации игры «Металлург» смотрелся на голову выше своих соперников. И три шайбы, влетевшие в первом периоде в ворота Губарева, практически предопределили исход встречи. Первая – рикошетом. Вторая – в девятку. А третий у нас защитник и вовсе завел в свои ворота. Если бы не блестящая игра вратаря ЦСКА ВВС, счет мог быть гораздо большим. Но соперники ограничились только одной. В начале третьего периода они забросили последнюю шайбу – 4-0. Победы, они вообще как воздух нужны нам. Нужны все время. И над ЦСКА, и прежде всего, сегодня это огорчает не столько поражение наше, сколько беззубая просто игра, которую мы продемонстрировали. Мы поиграли в хорошей команде, очень хорошей. Это уже не та команда, которая была прошлый год. С приходом Николаева, тренера, там изменилось все. В корне изменилось. У них другой подбор игроков, другие задачи, другие условия. Мы проиграли лидеру сегодня российского первенства. Ничего бы в этом страшного, может быть, и не было, если бы не та игра, которую мы показали. Очень беззубая, неорганизованная, беспомощная просто игра была. Наша задача – играть. Команда достойна сегодня. У нее есть победа и над Ладой. Выигрышка, как говорится, в подготовительном периоде турнира в Тольятти. Поэтому отношение к матчу было наисерьезнейшее. И я считаю, что сегодня мы стараемся не огорчать наших почитателей или поклонников хоккея в Кузбассе. После этого мы услышали от тренера, в чем секрет успеха одной команды и причина нестабильной игры другой. Нужно заниматься хоккеем, заниматься. А не пасынками в Самаре. Я уже не знаю, куда мне кричать уже, никому говорить об этом. Хоккею беда просто приходит. Значит, рушится дворец спорта, нет финансирования никакого. Но надежды уже теряем мы, теряем надежду. Надо что-то делать. Задействованы мощные силы. И губернатор стремится всеми силами помочь команде и руководству города. Ну, а в основном это представители фирмы МИКОМ во главе с руководителями. Они стараются все сделать для команды, чтобы она достойно сработала. Что мы и стараемся делать. Итак, после восьми игр в турнирной таблице Тольяттинская «Лада» замыкает первую шестерку. ЦСКА ВВС на 12-м месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok